Господь, Слово Твое говорит, что на Писании и по сей день лежит покрывало. Многие поэтому не понимают Писание. Но также Слово Божие говорит, что это покрывало снимается Христом. Сними это покрывало сегодня для нас. Для тех, кто готов принять это Слово. Сегодня будет Твёрда Слово. Твёрда Писча. Не все это смогут вместить. Но дай, чтобы это семя все-таки упала на плодородную почву. И чтобы в свое время оно принесло плод. И мы молились во имя Иисуса Христа. Если согласны, скажите. Слава нашему Богу. Я хочу сегодня вместе с вами открыть Евангелие от Матфея. Днес искам заедно да отворим Евангелие от Матфея. Мы периодически будем к нему приходить, возвращаться. От время на время ще се връщаме. Я немножко напомню о чем я проповедовал в прошлый раз. И малко ще припомня за какво проповедах. Миналия път темата беше за това, за кое сме призвани. И как отличить, к чему я призван. И есть стих из Библии, да. И има един стих в Библията, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. И я говорил такой ориентир. Ну, там, как бы, призванным и понятно, да. Есть великое поручение Иисуса Христа. И ясно, это какое-то призвание им от великого насырчавания от Иисуса Христос, поручение. Поручение, да. И в основном мы призваны для того, чтобы идти до края земли. Основно сме призвани да вървим до края на света. Проповедайте Евангелие. Да проповедваме Евангелието. Да учим ученици. Крестя их. Крещавайки ги. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имято на Отец и Сына и Святия Духа. Мы все это знаем. Всичко го знаем това. И мы можем служить в дарах. И можем да служим в даровите. Мы можем быть призвани в тот или другой дар. Можем да сме призвани в един или друг дар. Апостолы или пастыра или евангелисты. Да сме апостоли, пастыри или евангелисти. Пророческое служение. Димами пророческое служение. Или учительское. Или учительское. Но и это еще не все. Обаче это ваня и всичко. Призвание оно универсальное. Призвание это универсальное. Оно захватывает все слои. Заграждает всички слоеве. То есть ты можешь быть помазанным поваром. Можешь да си помазан шеф. Ты можешь быть помазан дворником. Гутвач. Можешь да си помазан чистач. В Китае я видел такого помазанного дворника. Я сейчас пытаюсь повторить этот подвиг в городе Бургас. Я там тщательно выметаю улицу Охрид. А в чем подвиг этого китайца? Ну, так как он вычищал улицу, никто не вычищал. То есть я видел, как он своей метелочкой прометает буквально вот такие трещинки. И щели между бордюром и асфальтом. И после него было так чисто. Ну, как будто ты у себя находишься в какой-то вымытой комнате. И было очень приятно идти по этой улице. Потому что она была вычищена. И вымытая. Я верю в то, что это тоже призвание. И я верю, что это тоже призвание. Почему? Потому что через это воздается слава Богу. Потому что через это мы воздаваем слава на Господь. Знаете, ученые давно установили. И очень недавно са открили. Что в странах, в которых нет порядка. Че в държавите, в которых нет порядка. Преступность всегда высокая. Преступность всегда высокая. В метро установили. И в метрото са установили. О том, что если стереть все эти графити. Че ако истриим всички графити. Навести чистоту и порядок. И наведем ряд. То преступность в метро резко снижается. Преступность в метрото резко снижается. Но если за порядком никто не следит. Никой не следиреда. Преступность всегда будет высокая. Смотрите, какая интересная взаимосвязь. И Бог не акулу. И Господь не. И Бог не для устройства. но мира и порядка. Можете сказать на это амин? То есть мы можем быть призваны быть дворниками. Мы были в городе Дублин, в Ирландии, с Наталией, и мы видели, что там метут улицы, очень высокие, красивые мужчины, в таких очень красивых униформах, и когда они метут, они улыбаются, и когда метут, те се усмехват, потому что им нравится их профессия, потому что профессия дворник в Ирландии, очень благородная, и высоко оплачиваемая, там есть целые династии дворников, которые метут из поколения в поколение, и тем самым воздают славу Господу. И вы знаете, как отличить, что ты в призвании? Я говорил о том, что это наслаждение. То, что приносит тебе в Господе наслаждение. Делает то, что тебя наслаждает. Вы знаете, хороший пример, у нас в нашем городе был самый огромный центр реабилитации, через который, наверное, прошло уже тысячи, тысячи наркоманов. Тысяча-тысячи наркоманов. Основал этот центр еврей, бывший наркозависимый, мастер спорта по боксу, чемпион Европы, мастер спорта международного класса. Он основал центр реабилитации, и он был очень сильным молитвенником. Я видел, как он мог подойти к наркозависимому, который еще находится под кайфом, и мог взять его вот так аккуратно, как это называется, я уже начинаю русский язык забывать. И может такая легко да глухвани за врата. Мушкирка это здесь, а здесь за грудки. Вот. Точно вот это слово. За грудки взять. Гухвани. А человек на кумаре находится. Покачевека его крутит, его ломает. Ему нужна доза. То есть из врата треба ему доза. Говорит, мне плохо. И казва, лошу мне. Дайте мне что-нибудь. Дайте мне нечто. Вкалите мне какой-нибудь транквилизатор. Служите меня как транквилизатор. И мы целили. И Володя ему говорил. И Володя ему оказывал. Ты хочешь сказать мне, что вот этот дух, который мучает тебя сейчас, он сильнее Иисуса Христа. Иисус Христос. Это лев. Из колена Иудина. И он берет вот этот душок твой. И просто разрывает его в клочья. Прямо сейчас. Пошел вон, Сатана. Махайся вон, Сатана. И вы знаете, в этот момент человек получал освобождение. И в този момент человек получал освобождение. От тяжелой наркотической зависимости. И тут же куда-то вот этот кумар уходил, убегал. И в същия момент този дух някъде избягвал. Что вы со мной сделали? Какво сте направили с меня? А что мы с тобой делали? По какво сте ме правили? Мы за тебя просто помолили. Просто се помолихме. Мы ничего не вводили, ничего тебе не давали. Ничто не смеете вкарвали, ничего не смеете давали. Знаешь ли кой? Это Иисус Христос. И все. И твое. И вы знаете, жизнь бывших наркозависимых, мы следили. Вот бывшему наркозависимому нужно постоянно пребывать в мощной благодати. Постоянно требует пребывать в мощном призвании. В мощном призвании. Просто двигаться в Духе Святом. И да се движат в Святия Дух. Иначе что произойдет? Иначе какво ще се случи? Иначе его просто потом опять снесет. Иначе просто ще се спусни отново надолу. И мы учили наркозависимых бывших о том, что тебе надо научиться вводить с Духом Святом и пребывать в своем призвании, в котором ты призван, в котором ты помазан. Ты будешь пастер, а ты будешь учитель. Бог открывал нам. Ты будешь в пророческом служении. Ты будешь в пророческом служении. И люди в это входили. И хората са влизали в това. И видели, что иные падали. И виждахме, че някои от тях са падали. Но те, кто оставались верными, обаче тези, които са оставали верни, они были мощными служителями. Те са били много мощни служители. Потому что, вы знаете, каждый наркозависимый это переживает в Духе. Преживява това нечто в Духа. Если я не пребываю вот в этом наслаждении, которое дает мне только Бог, което мне дава сам Господ, меня в Боге больше ничего не держит. И меня привлекает другой кайф, который я тоже уже давно знаю. И рано или поздно дьявол его соблазнит. Поэтому я сегодня это как пример привожу. И за това го давам к пример днес. У Бога есть что-то, что намного сильнее любого кайфа на этой земле. И это твое призвание. Но тебе важно его найти. Вот эту благодать на благодать. Вы знаете, я... В это трудно поверить. Я думаю, я каждый раз об этом говорила, и мало кто в это верит. Но я бывший наркозависим. И трудно в это поверить, почему. Трудно поверить, что наркозависим и добился такой высоты. После освобождения получил 4 высших образования. Открыл 3 церкви в Казахстане. Первая церковь в Грейс Благодат. И мы построили совместно тогда. И это до сих пор самое большое здание в бывшем Советском Союзе. И до днес това и най-голяма зграда в бывший Советский Союз. Мы построили в городе Караганда здание более чем на 5 тысяч человек. Чуть попозже мы с другими пастырями открыли еще одну церковь Благовесть. Выкупили еще одно здание. Реконструировали его. И построили здание на зал на тысячи человеков. Потом нас благословили и отправили за город. В район, где живут, жили, ну и сейчас живут, конечно. В основном бывшие заключенные наркозависимы, очень много проституток. Вот такой криминальный район, где не было ни одной церкви. Мы периодически об этом рассказывали. Когда мы прибыли туда, сняли в аренду помещение школы и начали там служение. Местные жители нам сказали, зачем вы приехали сюда? Вы что, не знаете? Этот район проклятый. Богом забытый район. Мы никому не нужны. Здесь дождя не было. Три года. Три года. О чем это говорит? Вы не понимаете, куда вы приехали. Вы не разбираете колеса. Уезжайте отсюда быстрее. Вы знаете, мы начали молиться. И Бог дал дождь. Сильный дождь. Заваляя много сил. И местные жители нам начали приносить большие тыквы. И местные започнают да не носят тиквы. Огурцы. Крастовицы. И говорили, смотрите, какой Бог дал нам урожай в этом году. Это потому, что церковь здесь открылась. Господь, каква житва не даде. И Бог дал дождь. Это невероятно. И Господь не подарил дождь. Слава Богу. Слава на Бога. И вот я сегодня буду проведать на такую тему. И днес ще проповедуем на тази тема. Тема сегодня трудная. Темата днес е трудна. Очень твёрдая пища. Много твёрда хрена. И затова молите си. Паралельно. Чтобы Господь лично открыл. За да може Бог да отвори на всякий един от вас. Потому, что если Господь лично не откроет. Защото, ако Господь лично не ви отвори. Это будет закрыто. Това ще е затворено. Ивангелие от Матфея 24 глава. Матфея 24 глава. Тема моей проповеди сегодня. Все же это начало мук рождения. И этот стих написан в Евангелии от Матфея 24 глава 8 стих. И 8 стих я сегодня прочитаю в переводе Кассиана. В переводе Кассиана. Очень авторитетный перевод. Много авторитетен перевод. А пока я читаю в синодальном переводе. Засекаешься, читай в синодальном переводе. С 3 стиха. О, 3 стих. Когда же сидел он на горе Ильонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос. И многих прелестят. Также услышите о военных и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, будет глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезни. И вот этот 8 стих, в переводе Кассиана, он звучит, что все же это начало мук рождения. Звучит, что все пакты вае начало, то намоките на рождане. Тогда будут предавать вас на мучение, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, и тогда соблазняться многие друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевшись до конца, спасется. И проповедана будет сей Евангелие, царство по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда, и тогда придет конец. Вот тогда, не сейчас конец. Сейчас мы видим исполнение пророчеств. Но это еще не конец. Это только начало мук рождения. Сегодня я скажу такую информацию, которая может не всем понравиться, поэтому можно не выхариться. Но я сразу хочу предупредить, я занимаю христианскую позицию. Я не на той, не на другой стороне. Я верю в то, что мы какая-то отдельная нация. И я верю в то, что мы не принадлежим ни к одной нации здесь на земле. По крайней мере, в это надо искренне верить. И так поступать, и так жить. И да поступаем по този начин, да живеем. Как поступает этот Божий народ, который называется христианин. Христианин с большой буквы. Я не выскажу позицию сегодня пророссийскую. Или про украинскую. Или про американскую. Я выскажу свою позицию, свое мнение. Вот по моим ощущениям. Я думаю, что почему я сегодня это хочу сказать. И защо искам да го кажу днес. Защото за днес има един въпрос за много хора. И днес имаме в церквата си беженцы от Украина. И они спрашивают у Бога. И те питат Господ. Что нам делать? Возвращаться ли нам обратно в Украину? Дали да се връщаме обратно в Украина? Двигаться ли нам дальше? Или да се движим напред? Или да останем тук? В България. И это, конечно, вопрос. И това е вопрос. Водительство святым Духом. И опять же я говорю о том, что здесь очень важно водиться Духом святым. И тук е много важно да се водим от святия Дух. Куда тебя поведет Господь. И написано, все испытывайся. И пише, всичко трябва да испытывайся. Но хорошего держите. И вот это хорошее должно быть вот здесь, в сердце. И това добро трябва да е вътре, в сердце. Хорошее чувство. Интуитивное чувство. Что Господь меня туда ведет. За това, че Господь ме води там. И я там хочу быть. И аз искам да се намирам там. Потому что там благодать на благодать. И у меня, вы знаете, есть такое чувство. Что в этой войне, которая сейчас происходит. Че в тази война, которая сейчас случилась сега. Вот сейчас уже произошел такой перелом. Сега се случил един переломный момент. И он, конечно, для кого-то страшный. И за някую хоро той достаточно страшен. Я могу сказать, что эта война, она практически завершена. И искам да кажу, че тази война почти приключит. Вот. Ну, конечно, это не конец. Обаче, разбирайся, това не и краят. Я скажу вам сегодня одно пророчество. Искам да ви кажу одно пророчество днес. Которое я слышал в 2008 году. Което чух през 2008 година. Я приехал сюда. Аз дойдох тук. И в 2009 година. Меня пригласили работать в Троянский монастир. С благословения Игумена Троянского монастиря. Я приехал туда. Игумен меня благословил. И той ме благословил, дистанционно, потому что он знал, что я южнокорейский миссионер. И ко мне лучше не прикасаться. И по-добре, да не меду косво, потому что я неприкасаемый. Но мне выделили квартирку, и говорят, вот здесь вы будете работать. И мне казаха, тук, что работаешь. Как доктор. И троянский монастырь будет вам направлять людей. И как-то ко мне пришли монахи. Из троянского монастыря. И подарили мне одну монографию. Древний транскрипт. Одного старца Симеона. Старец Симеон. Старец Симеон. Который жил почти сто лет назад. Который жил преди сто годин. Присказал много, много, много событий. События, которые уже произошли в Югославии. Кои-то вече са се случивали в Югославии. В Ерцеговине. В Ерцеговине. В Косово. В Чехословакии. В Чехословакии. Которая была потом разделена. Коя-то после была разделена. И все вот эти события, они уже исполнились. И всички тези события вече са се исполнили. Но сегодня я хочу сказать о главном. Обаче днес искам да кажа за главным. Вот в этом пророчестве я прочитал. В това пророчество аз прочитух. Что в конце концов. Че в крайна сметка. Эти слова врезались в мое сердце. Тези думи. Я запомних в сердце туси. Я просто не мог их забыть. В конце концов разовьется Третья мировая война. Че в крайна сметка, что се развеет Третья святовна война. И будет она проходить в основном между Россией, и Кой, и Америкой, и США. И это будет страшная война. И, конечно, Америка постарается как можно больше стран. Америка, что се постарает, колкото се може повече. Перетянуть и задействовать на своей стороне. Да, изгрыбни хоро на своя страна. Россия будет стараться. Русия, что се старает. Как можно больше стран задействовать на своей стороне. И вот интересный факт описывает этот старец Симеон. Он пишет, что Китай как во время Второй Отечественной войны выйдет на стороне России. Но китайцы очень хитрые народы. Они сами практически никогда не воюют. По той простой причине, что они не умеют воевать. Это миролюбивая нация. Они могут пугать пушками, кораблями, ракетами. Но в рукопашной свадке у них нет шансов. И вот здесь интересный факт он пишет. Потом китайцы, как во Второй войне, отойдут в сторону. И будут наблюдать со стороны. И за вот этот период они отвоюют у России без единого патрона. Всю Сибирь. Вся Сибирь будет завоевана. Китайцы. И вы знаете, это уже почти произошло. Китайцы входят свободно в Сибирь. Уже завоевали, оттяпали себе там Дальний Восток. В Сибири, в деревнях. Это факт. И все о нем знают. Я никого не пытаюсь унизить. Но все мужики уже давно спились. Ну, это просто синяки. А тут приезжает китайцы. И он уже взял российское гражданство. Он уже купил огромный участок на земле. И как писал, когда был еще жив Михаил Жванецкий. Вошел в избу один китайец. А из избы вышло 10 китайцев. Потому что приезжает китайец. У него в паспорте написано Иван Иванович Иванов. Он не пьет. Он не курит. Он работает с раннего утра до позднего вечера. Какая жена не захочет иметь такого мужа? Не муж, а мечта. Ну, там русские мужики даже в сравнении вообще. Некому просто. Они все просто спились. И вот так потихонечку, незаметно, незаметно. Ну, вот как можно предсказать такое? Как можем да предскажем такого нечто? Я лично читал это своими глазами. В 2009 году. Без видимого патрона. Вся Сибирь будет завоевана. И в конечном итоге я читаю о том, что Америка в этой войне проиграет. за то, что Америка и за все время американская история война будет проходить уже на американской территории. И потом будут, конечно, переговоры. Вся земля будет вот так разделена по территориям определённо. Как уже известно, на 10 территорий она будет разделена. Уже всё давно расчерчена. Всичко вече е разчертано. И всё давно уже известно. И всичко е известно удавно. Я знаю, что мы выставим эту проповедь на Ютубе. А знам, че ще сложим тази проповедь на Ютуб. И через какое-то время её заблокируют. Потому что мои проповеди многие заблокированы. Потому что когда-то предупреждала коронавирусные инфекции о том, что это биологическое оружие за то, что твое биологическое урожие тази проповедь беше блокирована. Когда-то предупреждала о пандемии. Сегодня я говорю о тех вещах, которые в духовном мире элементарны. Но кому-то это не нравится. И понятно, что эта информация будет заблокирована. И ясно, что тази информация о том, кто успеет, запишите это. Где-то на бумаге. На някоя хартия. Обаче за мен това е почти извършил се факт. Искам да кажа днес с сигурност на беженците, че за сожалению войната на Украина уже проиграна украинцами. И это страшный факт. И това е страшный факт. Но я обязан это сказать. Обаче съм длъжен да го кажа. Самое элитное подразделение на Азов Стали, которое скрывались. Они позорно сдались. Те просто се предали. А это было элитное подразделение. Которое было вложено очень много денег. И оно было до зубов вооружено. Те просто излезли и се предали. И знаете ли, за что го указывал? Потому что лично меня это затронул. Потому что когда их вывели и попросили их раздет. Потому что когда их вывели, и са ги помолили да си съблекат. Какую татуировку я там увидел? Какви татуировки видях? Некоторые из них откровенные сатанисти. Прямо на спине перевернута звезда сатана. Имат обърнута звезда на сатана. Головы козлов. Глави на козли. И написаны какие-то апленные таки места. И се изписват различни места. О том, что люди, которые исповедуют сатанизм. Просто сели Чичи сахора будут исповедовать сатанизмом. Были в офицерском составе. Собили в то же состав. Элитного подразделения Азов. И вот это, конечно, очень ужасно. И твое много страшно. Ну я сегодня не об этом. Я о том, что возвращаться уже, к сожалению, будет некуда. И потом на восстановление Украины уйдут многие, 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 многие годы. И война эта закончится нескоро. Потому что даже такие очень солидные политики в Европе. Такие, как Берлускони. Вы хотите, чтобы война быстро закончилась? Для этого нужно, чтобы просто президент Зеленский просто принял все требования Путина. И все. И война закончится. Но Зеленский никогда не согласится. Потому что, в принципе, он ничего не решает вообще. И Путин тогда не остановится. И какая у него цель? Задача Путина надо дойти до Киева и поставить ту власть, которая ему нравится. Вот и все. И война поэтому будет продолжаться. И за твой война еще продолжала. Пока Путин не добьется своего. Вы знаете, радует это вас или не радует. Я хочу сказать еще раз, любящим Бога и призвано по Его созволению. Все содействует Кабару. Почему это Бог допустил? Вы знаете, то же самое спрашивали евреи. Я думаю, что им было еще тяжелее. Аз мисля, че им было още подвижно. Когда в 70-е годы по Рождество Христос, в 70-е годы преди рождението на Христос, а след, город Иерусалим был разрушен. Град Иерусалим был разрушен. Камня на камне не осталось. Не остана нито камок. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Надежда Израиля. Надежда на Израил. Город мира. Города на мира. Как такое могло случиться? Бог, как ты мог вообще такое допустить? Как би мог да допустим такова нечто? Вся територия Израиля в 70-е годы была провозглашена за римската территория. И Израил как государство перестало существовать. Я как-то уже проповедовал об этом. Виднъж проповедвах за това. Как вы думаете, что было в сердце еврея? Это конец. Для нас все пропало. И они ушли в рассеяние. В том числе и первоапостольская церковь. Вся была в гонении. Почему Бог это допустил? Мы знаем ответ. Почему? Потому что что произошло тогда? Евреев разбросало по всему миру. Апостолы разошлись во многих странах. по многу державе. И открыли там что? Открыли церкви. Утворили церкви. Вы знаете, мы все знаем. Не и всички знаем. В России, в Казахстане, в Туркменистане, в Покуре, вся территория бывшего Советского Союза. Что Украина это цитадель христианства. Самые мощные, самые огненные, одни из самых больших и помазанных церквей находились в Украине. И что Бог сейчас делает? И какво правило, Господь, нам кажется, Бог, ты что-то перепутал. Мы же так старались. Мы же такие церкви основали. А Бог говорит, хорошо. Господь говорит, добре. Теперь я вас разбросаю, и вы будете открывать новые церкви, и эти церкви будут огнены. Во всей Европе, в Америке, в Южной Америке, в Австралии, во всей Европе, вы будете открывать мощные, огненные, живые, помазанные церкви Иисуса Христа. Можно сказать на это арилугию? Узнать у Бога свои планы. У людей своя стратегия. Одни замышляют то, другие это. Ложь идет с обеих сторон. Дикая пропаганда. Но верить уже никому нельзя. Не можем да верим на никого вечера. Но мы-то верим Библии. Мы верим нашему Господу. Верим на наше Господу. Аминь или не аминь. И мы двигаемся за Ним. И се движим след Него. Мы сдвигаемся за Господа. Движим се зад Господа. Я не на стороне России. Я не на стороне американцев. Я на стороне Иисуса Христа. По крайней мере, очень стараюсь. Много се стараю слышать Его голос. Да чувам Неговия глас. И не спи презно что. Господь проговори. Дай пищу народу своему. Давайте мы пойдем дальше. Еще раз прочту Евангелие от Матфея 24 глава 8 стих. В переводе Кассиана. Все же это начало мук рождения. Давайте я открою. Давайте мы вместе откроем Третье царство. 21 глава. Третье царе. 21 глава. 21 глава. С первого стиха. На болгарском можно читать на проекторе. И было после сих происшествий у Новуфея израильтянина в Израиле был виноградник подле дворца Ахава царя Самарийского. И сказал Ахав Новуфея, говоря Отдай мне свой виноградник из него будет у меня овощной сад ибо он близко к моему дому а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого или если угодно тебе дам тебе серебра сколько он стоит. Но Новуфей сказал Ахаву Сохрани меня Господь чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. И пришел Ахав домой стревоженный и огорченный тем словом которое сказал ему Новуфей израильтянин говоря не отдам тебе. И вошла к нему жена его Изавель с пятого стиха и сказала ему отчего встревожен дух твой что ты и хлеба не ешь он сказал ей и повторяет эту историю с Новуфеем и сказала ему Иезавель жена его что за царство было бы в Израиле если бы ты так поступал встань ешь хлеб и будь спокоен я доставлю тебе виноградник Новуфея израильтянин и написала она от имени Ахава письма и запечатала их его печатью и послала эти письма к старейшинам и знатам в его городе и живущим с Новуфеем в письмах она писала так объявите пост и посадите Новуфея на первое место в народе и против него посадите двух негодных людей которые свидетельствовали бы на него и сказали ты хулил бога и царя и потом выведите его и побейте его камнями чтобы он умер и сделали мужи города сего старейшины знатные жившие в городе его как приказала им Изавель так и написано в письмах которые она послала к ним объявили пост и все вот это они исполняют и убивают вот этого Новуфея услышав что Новуфея побит камнями и умер Изавель сказала Ахау встань возьми во владение виноградник Новуфея который не хотел отдать себе за серебро ибо Новуфея нет в живых он умер когда услышал Ахав что Новуфей был убит и смотрите как это красиво с религиозной точки зрения он разодрал одежда своей как красиво да с религиозной точки зрения царь Ахав разодрал одежда своей и надел на себя в речище и потом стала Ахав чтобы войти пойти виноградник Новуфея израильтянина и взять его во владение то есть царь показал Израилю как он страдает что погиб вот такой человек что загинал таков человек хотя он был вообще в курсе всего этого и вы знаете это такая тактика дьявола мы потом можем читать про Изавель в книге Откровения и знаете кто это была да Изавель она почитала себя в книге Откровения вы можете прочитать она почитала себя пророчица пророческое служение небезопасно кто-то может себя назвать сегодня пророком и так далеко тебя увести вот какими-то такими манипуляциями сколько у нее было лжепророков более 400 человек которые день и ночь каждый день лжепророчества лжепророчества и люди их слушали и цари их слушали и царей и знатные вельможи их слушали и много высоких вельможи примерно то же самое сегодня и Болгария происходит вы знаете в Болгарии есть канал который 24 часа в сутки и 7 дней в неделю транслирует ясновидящие глядачки астрологи астрологи гадалки вот по телевизору тебе могут предсказать все что ты пожелаешь и по телевизору тебе могут тебе предсказать как в отласти пожелаешь где найти деньги у кого-то сын потерялся маленький он звонит и ясновидящие подбивают трубку я смотрел один раз эту передачу ну и мне конечно хватило сейчас я поведу вас вот слушайте мой голос вот вам надо ехать в другой город найти вот такой-то дом такое полуразрушенное строение там залезть в подвал там довлезете в маза идите-идите там право по коридору потом направо повернете завидите в дясну и там будет дверь такая покрашенная краской и вот там закрыт ваш сын и там затворен сын и все и ложат труп и твое хвали телефона деньги переведите на такой-то счет и приведите пари с меткотами 24 часа все дни в неделю я думаю примерно такая же ситуация была тогда в Израиле когда на троне восседала жена царя Ахава язычница язычница Изавел какая стратегия какая стратегия интересная она сперва сказала чтобы этого человека возвысили посадили его в центре города воздали ему почесть и саму дали почесть для чего это было сделано за что было направлено можно было просто оклеветать человека и тайно его убить но этого было недостаточно и Изавель преследовала такую цель об этом в человеке должны знать абсолютно все он должен стать видным чтобы потом падение его было тоже на глазах у всех и все люди узнали что это позорный человек он хулил царя че убидел царя ругал власть на ругал и власта и хулил Бога и за это его за городом побили камня и за това са го избили с камня очень позорная смерть и претензии к царю Ахаву больше нет царь может взять спокойно его землю и все об этом и всички еще знают за това понимаете и это была пропаганда 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 того времени вы знаете ничего не изменилось и ничто не все променило в чем суть пропаганда буквально очернить сторону демонизировать и сказать о том что это вообще черти одержимые единственное что с ними надо сделать это просто их надо убивать и то же самое пропагандирует другая страна но какой ответ Бога Бог говорит своему пророку давайте мы с 18 стиха прочитаем но это очень важно това е много важно потому что Бог не меняется и като Господь не се променя то и няма нито сянко промяна что по сей человек то и пожнет каквото по сей человек това ще пожени и вот этот пример и това е пример встань пойди навстречу Ахаву царю израильскому который в Самаре вот он теперь в винограднике на Вуфея куда пришел чтобы взять его во владение и скажи ему так так говорит Господь ты убил и еще вступаешь в наследство и скажи ему так говорит Господь на том месте где псы лизали кровь на Вуфея псы будут лизать и твою кровь и сказал Ахав Ильи нашел ты меня враг мой он сказал нашел ибо ты предался тому что делать неугодное предачами Господа и раздражать его так говорит Господь вот я наведу на тебя беды и вымету за тобой и истреблю у Ахава мочащегося к стене и заключенного и оставшийся в Израиле и поступлю с домом твоим так как поступил я с домом Иаравама сына Наватого с домом Вааса сына Акина за оскорбление которым ты раздражал меня и вел грех в Израиле запомните каким грехом ты раздражаешь Бога запомните с какой-то грех ты дразнишь Господь такое и будет воздаяние такого что я воздавал не то так же я и заявил и заявил о Изавиле сказал Господь псы съедят Изавиле за стеной Израиля кто умрет о хао в городе того съедят псы а кто умрет на поле того расклюют птицы небесные такой вот ответ Бога я совсем недавно проповедовал о том что не нужно быть пророком иногда чтобы легко предсказать какие-то обленные события скажешь я прочту последние стихи последние стихи что это за начало мук рождения о чем говорит Иисус Христос давайте мы откроем об этом книгу Откровения 12 глава с первого стиха я уже иду к концу 12 глава книги Откровения с первого стиха и вот явилось на небе великое знамение жена облеченная в солнце под ногами ее луна и на голове ее венец из 12 звезд она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения и другое знамение явилось на небе вот большой красный дракон семью головами десятью рогами на головах его семь и один хвост его увлек с неба третью часть звезд и отверг и проверк их на землю дракон сей стал пред женой которая надлежала родить дабы когда она родит пожрать младенца и родила она младенца мужеского пола давайте мы это запомним которому надлежит пасти все народы жезлом железным и восхищено было дитя ее к Богу престолу его что это за младенец такой кто это жена может быть может быть речь идет о Деве Марии может быть это должен быть родиться Иисус Христос но вы знаете это 12 глава книги Откровения перед этим в 11 главе очень подробно написано что будет происходить в последние времена давайте мы закончим эти стихи с 6 стиха а жена убежала в пустыню где приготовлено было для нее место от Бога чтобы питали ее там 1260 дней и произошла на небе война Михаил и ангел его воевали против дракона дракон и ангел его воевали против них но не устояли и не нашлось уже для них места на небе и низвержен был великий дракон древний змей называемый дьяволом сатаной обольщая всю вселенную низвержен на землю и ангелы его низвержены с ним и услышал я громкий голос говорящий на небе ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа потому что низвержен клеветник братьев наших клеветавший на них пред Богом в нашем день и ночь они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего и не возрубили души свои даже до смерти и так веселитесь небеса обитающие на них и горе живущим на земле и на море потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости зная что немного ему остается времени и вот мы читаем я читал много толкований в которых приводится о том что да это Иисус Христос но не совсем понятно давайте мы откроем предыдущую главу 11 и в самом конце просто прочитаем и это с 15 стиха это уже к концу апокалипсиса и написано так и седьмой ангел вострубил и раздались на небе громкие голоса говорящие царство мира соделает с царством Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков и 24 старца сидящие пред Богом на престолах своих пали на лица своей поклонились Богу говоря благодарим тебя Господи Божий Вседержитель который есть и был и грядет что ты принял силу твою великую и воцарился и расферепели язычники и пришел гнев твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим пророкам и святым боящимся имени твоего малым и великим и погубить очень мощный стих и погубить погубивших землю и да погубиш губилите на земята губителите вы знаете что сегодня человечество губит землю и днес всъщност человечеството погубит земята своей цивилизованностью и вы знаете современное оружие оно именно на это и направлено направлено точно за това вот интересно Иисус Христос в 24 главе Матфея Он перечисляет 24 глава от Матея о том что вначале будут слухи о войнах преброява за това че първо ще има слухове за войни потом начнутся собственно войны народ восстанет на народ и царство на царство и потом настанут моры и глада и вы знаете кто будет в этом участвовать в голоде вот сейчас мы знаем факты о том что из Украины вывезено все зерно посева уничтожено посевът има уничтожен Украина стояла на втором месте по снабжению Украина била на втором месте по снабдяване с зерно хлебодарница и вот сейчас происходит вот это ну такое грабительство и это делают люди и това го правят хората запускаются плюнные такие эпидемии пускатся различные эпидемии я еще в 20-м году проповедовал о том что коронавирусная инфекция абсолютно искусственна и в принципе это биологическое оружие массовое поражение и сейчас это вскрывается запустили уже обезьянью оспу холера уже гуляет по Украине шарка кто это делает если бы это как-то случайно возникло но это делают специально и смотрите что будет в последние времена войны которые кто делают люди море то есть болезни которые кто создает люди создают голод который кто создает искусственно создават люди бог обещает что он будет уничтожать людей которые губят эту землю и потом в конце землетрясение вы знаете что уже существует сейсмологическое оружие простой пример если взорвать атомную бомбу на большой глубине а така техника уже существует то можно вызвать землетрясение на любом континенте и никто это не докажет землетрясение что вы хотите форс-мажор форс-мажорной ситуации и кто это делает сегодня это это не какое-то стихийное бедствие сегодня это делают люди и вот это это реально сатанизм но Бог у него есть ответ аминь он погубит тех которые губят сегодня землю заради своих амбиций заради своей гордыни заради гордината си потому что играют в богов мы можем то и то можем това и и нова пытаются взять под контроль и в конце концов и в крайна сметка антихрист и кто такой антихрист он попытается взять под контроль всех тех которые примут число на право руку и на чело я уже заканчиваю то есть в 11 главе говорится о наших временах и в 12 глава которые я прочитал оно идет как очередное и там начинается и продолжение предложения мы знаем что в древнем мире глав не было рукописи были вот так написаны и предложение повторяется и явилось на небе великое знамение и изречението започва с и жена облечена в солнце жена облечена с слънце вот кто это коя е тя я сегодня скажу не ще кажу в возьму на себя такую ответственность это церковь това е церквата современная церковь современната церковь церковь последнее время церковь на последнее время и вот та церковь о которой Иисус Христос в 24 главе говорит это начало мук рождения плод подошел к отверстию чрева матери у пророка написано но жена не может родить это написано у пророка Исаия о чем это вы знаете мы это сейчас все переживаем неудовлетворенность церковью церковь как будто рожает мучается а родить не может точно так же как Дева Мария она забеременела не от мужа забеременела от Духа Святого так и церковь современная она сегодня беременна она мучается в родах мучается в граждане и не может родить но придет время и об этом тоже Иисус Христос говорит претерпевшие до конца спасутся когда церковь родит церковь родит служение очень мощное служение вот этот младенец родится и в книге Откровение написано что он сразу будет вознесен на престол и в 24 главе Евангелие от Макфея написано и тогда Евангелие достигнет края земли вы знаете как история повторяется вот апостолы были очень трусливые пока Иисус Христос был живой и он был ограничен в своем теле и после того как он умер обаче след като умира воскрес воскрес на третий день и на третий день ушел на небеса заминава на небесата сяда отясно на Бога и послал к нам Духа Святого и ученики приняли силу власть верующего власть на верующих уже страха они вообще не знали и они пошли вперед в сопровождении всяких знамен и чудес вы знаете вот в последнее время вот это движение возникло церковь родит такое движение которое будет непосредственно руководиться от престола благодати оно будет невероятно безошибочно просто определенная трансляция просто определенная трансляция трансляция того что на небесах происходит на то, как это все случилось на небесах та сила, которая там она будет приходить через это служение там мощь чудеса и знамения исцеление от всех болезней от всички болезни все то, что говорил Иисус Христос в этом движении будут говорить как поступал Иисус Христос так же написано, правда? как Иисус Христос поступал так и вы поступаете но мы же так не делаем вот современная церковь мы говорим мы христиане но в этом мире мы не поступаем а Иисус Христос любил ненавидящих молился за грязающих его молился за тези, които го убеждат така ли е благославил и тези, които го калнат это то, чему он учил и это то, как он поступал это его жизнь аминь так вот для чего? пак за какво? для чего Бог вывел украинцев за какво Господь е извел украинцев от Украина своих выводят своих Божьих детей для того, чтобы они шли и открывали мощные церкви и знаете, Бог мне открыл уже давно и Господь ми показал отдавна Болгария навсегда выполняла функцию страны убежища функцията на държава скривалища это страна убежища в которой спаслось много евреев много армян и сегодня спасение здесь находят украинцы этот старец Симеон я уже заканчиваю также пророчествовал что Болгария какая роль Болгарии во всем этом? как ваша роль на Болгарии во всичкутах? в Болгарии в этот период очень важно будет занять правильную позицию перед Богом избрать себе правильных политиков которые не выполняли бы приказания своих каких-то господ а реально бы уповали на Господа Болгария будет находиться в таком положении это старец Симеон пишет что как будто бы война будет проходить вот так вокруг нее одна из самых безопасных держав я верю в это только по той простой причине что Болгария когда-то спасла всех своих евреев которые жили когда-то здесь только за это Бог воздав Бог наблюдает за нас Бог все держит по своим контролям нам иногда кажется что все пропало но на самом деле все только начинается все то хорошее что Господь приготовил для себя призвание в призвание любящим Бога тези които обичат Господ и са призвани по Негово изволение все скажи все все садействует ка Благо им садейство за добро поэтому у меня сегодня обращение к украинцам к беженцам к беженцам к христианам к христианам които са останали без крова които са останали без дом водите Святым Духом трябва да си водите от Святия Дух ищите свое место здесь на земле в България или еще где-то Бог обязательно вам покажет Господь задължително ще ви покаже не нужно возвращаться в Украину не трябва да се връщате в Украину защото това ще е страшно пока еще докато возвращаться просто некуда за сега няма къде да се връщате и мое сердце тоже за это болит и сердцето ми боли но я так же знаю обаче също така знам что Бог для вас что-то лучшее приготовил не знаю в Българии или может в какой-то другой стране или в друга държава но Бог вот меня призвал в България обаче Господь мен ме и призвал в България поверьте мне здесь хорошо хотя надо мной многие смеются ну поехал бы в Ирландию даже если бы поехал в Китай или в какую-то другую страну может быть мне бы было физически лучше но вы знаете я так скажу что мне хорошо там где Господь меня призвал и с чувством там где Господь меня поставил и я с этого места не сойду потому что я не пойду против Бога и это тоже большое наслаждение да бъда там где Господь хочет давайте мы склоним наши сердца пусть и сегодня придет Дух Святой Дух Утешител вот просто переживите это что когда-то евреи остались без своей земли только в 1948 году Израиль восстановил свой государственный статус это даже невозможно представить почти две тысячи лет без державности и это невероятное чудо но Бог восстановил и сегодня Израиль существует и есть пророчество которое написано в послании к римлянам что когда войдет полное число язычников когда войдет полное число язычников и Израиль спасется благодарим Тебя Боже мой за то что любящим Тебя и призвано по Твоему соизволению все содействует ко благо сегодня Господь мы находимся в Твоем Божьем присутствии дай каждому из нас просто переживите эту благодать на благодать веди нас туда куда ты хочешь научи нас води с Духом Святым потому что только води мы Духом Святым написано суть Сына Божия дай нам быть Твоими детьми твоим наследием твоим народом твоей нацией слава на Тебе всемогущий Бог за то что Ты хранишь своих за то что Ты пазишь Свои хора ты хранишь своих за то что пазишь Свои и Ты умер за Церковь Своя и Че си умрал за Твоя церковь чтобы представить Ее пред Собой без Питная порока Господь я прямо сейчас вручаю каждого беженца из Украины в Твою любящую Отцовскую руку в Твоя обичаща река дай им найти свое пристанище дай им понести этот огонь это воистину во благо дай им войти в свое призвание дай им открыть церкви на всяко место где они будут призваны да отворят домашни церкви да отворят молитвени служения да отворят церкви апостолски церкви пророческие служения школы, училища, семинарии библейские институты используй этот народ Божий народ который Ты вывел из Украины для Твоей Божьей славы для расширения Божьего Царства и самое главное Господь дай нам достичь этого времени когда претерпевшие написано не те, которые живут в комфорте не те, которые уже в мире все получили а те, которые сегодня проходят через огонь претерпевшие до конца спасутся и понесут Евангелие до края земли до края на света в сопровождении всяких знамений всяких чудес и всякакви чудеса это служение это служение Иисуса Христа служението на Иисус Христос которое будет руководить нами от престола благодать спасибо Тебе, дорогой Иисус я верю в то, что это Слово от Господа будем наблюдать будем смотреть и будем послушаться ходить в послушание нашему Господу мы молились во имя Сына и Святого Духа во имя нашего Господа Иисуса Христа если согласны скажите будьте благословены слава Богу я хотел сегодня еще спасибо, слава Богу предоставить слово